В августе разработчики провели пятый этап альфа-тестирования. Над новой версией команда «Калибра» работала несколько месяцев. Пятая альфа длилась 11 дней без выключения серверов, а изменения и новые механики проверяли 20 тысяч игроков. Самое важное — появилась возможность играть в группе. Разработчики в полной мере проверили командную игру. По собранной статистике хорошо видно, что игроки находили общий язык и действовали более слаженно с каждым новым боем. Благодаря обратной связи после четвертой альфы разработчики внесли много изменений в механике игры. Прокачка оперативников стала более понятной и логичной. Боец постепенно получает новые возможности, и игровой процесс становится интереснее. Разработчики создали новую карту «Торговый центр» и доработали прежние карты. Добавили детали, поменяли освещение, улучшили баланс. Теперь в тестовой версии «Калибра» есть 2 ПВЕ и 3 ПВП карты. Параллельно с работой над игровыми механиками разработчики переработали и улучшили код. Четвертая альфа показала, что технологии позволяют легко подключаться к серверу и играть без проблем, а все игровые механики работают как задумано. Поэтому было выделено время на рефакторинг кода. Это позволит ускорить разработку и быстрее вовлекать в неё новых специалистов. Кроме этого, разработчики подключили новый звуковой движок и новый контроллер анимации. Команда звукоинженеров приступила к работе над новым звучанием «Калибра», а аниматоры делают новые движения бойцов. Ещё одна важная часть пятой альфы — нагрузочное тестирование серверов. Для этого в один из последних дней теста разработчики собрали максимальное количество игроков. К сожалению, сломать серверы не получилось. Они справились с наплывом игроков. Значит, разработчикам придётся проверять серверы под ещё большей нагрузкой на следующем этапе тестирования. К нему команда «Калибра» уже начала подготовку. С каждым новым тестом разработчики будут приглашать всё больше новых игроков. Если вы ещё не оставляли свою почту на калибр.ру, сделайте это сейчас.